добрый день сегодня у нас в гостях геннадий добрецов известный всем как борода кострома добрый день добрый день я поймал геннадий как раз перед выставкой клинок вот и попросил показать те вещи которые везет на выставку на свой стенд вот и вот мы выложили здесь что-то из его большого чемодана да не все конечно но самое интересное на мой взгляд сначала надо начнем ну что первый нож это техно пчак техно пчак это тот красавец когда когда фотографии которого были на фейсбуке да 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 это сталь d2 с половиной это моя фирменная сталь рукоятка же 10 тоже с моим фирменным покрытием также какие клинок покрытия на клинке четырехслойная дробистройка что позволяет делать клинок достаточно шелковистым не как после песка достаточно гладкий но в то же время анти бликова покрытия а вот с рукоятью что покрыли она не скользкая она не скользкая это тоже дробистрой но немножко по другой технологии тоже позволяет делать абсолютно скользкие материалы абсолютно не скользким на удивление до взял в руку влажной рукой и нож хорошо себя на зал сидит так хорошо следующий горгуле у нас да вастрись пожалуйста горгуле нож который года два назад занял первое место на выставке клинок делаю их крайне редко и по под особо настроение а почему вред ну нож достаточно сложен и по геометрии и по исполнению но в руки очень сидит удобно на удивление в руке он сидит абсолютно удобно что прямым хватом что обратно ну может для этого и задумывался причем у нас руки разные у меня средняя рука да у тебя большая рука и вот в обе в маленькой руке он сидит тоже очень хорошо он сидит очень хорошо даже в руке больше чем моя за счет формой да тут эргономика форма нарезка упоров не упоров как тормоза тормоза фиксаторы не знаю как назвать при том что нарезка насечек три разных вида вот так что и до разного на да 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 она вот именно дальше рассчитана так чтобы рука не соскользнула не рука руки не мешала и в то же время было удобно а можно спросить вот под этот нож под горгуле вот как бы кайдекс то не кайдекс вопрос в том что на удивление здесь не паракорд я вижу а это резинка да на этом ножи можно поставить т-клок отверстие посадочные есть в то же время можно повесить паракорд допустим если при креплении на шею и для крепления на ремень очень удобно как оказалось обычно новый резиновый шнур он позволяет на синий дом сидит очень плотно не что ничему не мешает при том что позволяет закрепить его в трех в четырех плоскостях вот сразу под разными углами по разному на ремень как будет удобно что под правую руку что под левую абсолютно без разницы но отличная идея с резиновым что вам получилось ну да маленькая ноу-хау мелочи приятно приятно правда интересно мы мы вешали на ремень и очень удобно оказался в горизонтальном и вертикальном положении соответственно ремень продевается так или так под углами тоже можно так финночку я вижу следую классика стандартная классика тоже d2 с половиной классическая финка рассказать про нее практически ничего это только есть это и есть финка это скажем так близкая копия к старой рыси финка рысь по моему я рынке в принципе клиночек брался по размерам и по форме именно со старого купанного найденные по моему в карелии собой на выставке будут финочки да ну вот не до будет пара пара финочек в принципе можно будет прийти посмотреть подержать в руках расскажу для чего сделаны все у финки именно такой грибок почему именно так и никак по-другому объясню почему хват такой почему нам не расскажешь я пока секрет не так и рассказать хорошо не секрет я могу рассказать для выставки просто просто нож в принципе можно назвать его боевым ножом финка изначально это боевой нож почему именно так именно такой грибок на рукояти когда в варежке зимой пытаешься вытащить нож для того чтобы он не скользил просто 3 пола варежка прихватил за грибок все и в то же время позволяет работать вот таким хватом упирая создала бы это именно удар хват именно рассчитаны на проникновение на колющий удар все весь секрет ну ладно выведал все секреты заставила сказать спасибо геннадий так дальше я смотрю кухня да вот не самое наверно интересно на последнее скажем так моя любовь и мое увлечение это кухня не последние это крайние здесь есть представлена два комплекта две больших парских тройки при том что это абсолютно разные и по формам и по назначению примерно все одинаково но по формам и построю немножко разные он допустим 1 большая большая поворотская тройка нож очень интересен как построю клинка но к сожалению не видно нее не видно не будет так и по рабочим свойствам по хвату нож идеально сбалансирован на всех ножах развесовка вот такая да стандартно что пути не перевешивал и он управляется очень очень хорошо очень просто до в комплект входит большой шеф так называемый корень 4 гастроном нож который предназначен для работы как я понял сидя стоя работать им не очень удобно но когда сидишь за столом и что-то делаешь это нож бесподобный очень удобен как универсал да в этом средний универсал и по отзывам самый универсальный это вот маленький его еще называют овощным ножом аккуратненько очень красиво интересные вещи до игла руках удобно сидят я тоже брал вот форма рукояти такой неправильный эллипс получается да и да вот при том что здесь строй клинка такой что ой рукояти второй такой что здесь четыре варианта по форме 4 эллипса 1 здесь же идет немножко изменяется на брюшки по третий и под мизинец по тоже от туда тоже свой все рассчитано всеми ножами я попробовал поработал все ножи сделаны также все ножи рабочие то есть очень важно чтобы мастер который делает ножи их делал их дело в первую очередь для себя и пробовал ими работать потому что когда делаются ножи на продажу да и человеками не работал да как бы вот для красоты это совсем другой наш получается согласен это со всеми ножами у нас очень многие кто делают и кухню разделочные ножи особенно скинеры даже не представляют как этими ножами работать если скинер допустим то большинство мастеров которые продают и делают эти вещи даже не представляют как разделать то есть нужно хотя бы раз расходить на охоту это не один раз как правило вот первый свой скинер и я делал передо мной лежала туши крови забитая я обдирал при том что скинер заготовка носки был рядом наждак я просто-напросто перетачивал обтачивал и одновременно обдирал подгонял нож до под удобно заработать для себя именно под работу то же самое и с кухонниками также это спасибо геннадий с интересно с кухонниками да очень удобные ножи а вот что за клиночек здесь лежит такой интересный пару слов про него сейчас расскажу вот это вот новая форма кухонечка сделал на пробу для себя но у меня на кухне проработал больше месяца клиночком даже да у меня просто тестовая рукоятка есть я ставлю ее она нет динамично просто чтоб просто удобно было держать я разделываю и и для нарезки и для разделки очень удобен когда можно будет первый наш увидеть думаю что следующий выставки следующий выставки точно будет может быть и раньше ждем что будет раньше это однозначно но вот что массовую не массовых увидеть в продаже скорее всего к следующей выставке ждем с нетерпением но сейчас наверное нам осталось пригласить наших слушателей на выставку да буду рад видеть всех на выставке клинок традиции современность мой стенд 13 4 буду ряд приходите и геннадий борода кострома расскажет вам обо всех своих ножах даст возможность их поддержать попробовать ну и приобрести спасибо геннадий спасибо до сюда доброго до свидания